Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова И цифровые кочевники это те, кто могут уехать куда-нибудь, например, в теплые края в период, когда у нас здесь зима, не очень приятно находиться, и 2-3 месяца провести где-нибудь на побережье Таиланда, при этом не отрываясь от работы постоянной, потому что это все происходит в сети. Все, что нужно, это компьютер, интернет довольно с хорошим соединением, ну и желание, конечно. Если говорим компьютер, интернет, желание, но все-таки, кроме этого, еще нужны какие-то подготовительные процессы, потому что работа должна все-таки быть такой, чтобы, ну, например, я уехать не смогу. Хотя интересно было бы трансляцию провести где-то на берегу. Да, кто знает, может в следующий раз тебя уже будут показывать в плавках, вот на побережье где-нибудь с моря Таиланда. Да, конечно, для этого нужно сначала понять, чем можно заниматься онлайн, то есть это должно быть явно удаленное, это может быть и собственная работа, просто перейти на удаленный заработок на своей работе. Есть очень много профессий, которые не привязывают к офису. Разные менеджеры, даже бухгалтеры могут находиться удаленно вне офиса, просто присылая нужные отчеты вовремя. Ну и, естественно, это все, что связано с IT, потому что IT-сфера сейчас бурно развивается, продолжает развиваться, и, конечно, очень много специалистов, которые именно работают удаленно где-то из других стран. И это выгодно тем, что можно зарабатывать онлайн свою стандартную зарплату, а тратить меньше, потому что выбирать страны, в которых затраты будут меньше на жилье. Вот, давай поговорим теперь о странах, потому что, я так понимаю, что не все будут так доступны широко. Понятно, атишники, которые там, возможно, уже на каком-то уровне профессионально сильно и востребованы, они могут позволить все, что угодно. Но если для тех, кто только начинает подобный образ жизни, что стоит, какие страны стоит выбрать? Да, конечно, прежде всего нужно отказаться от идеи сразу ехать в Европу, потому что Европа заведомо дороже будет, чем у нас жить на месте и зарабатывать. Поэтому можно посмотреть в сторону теплых стран, это Юго-Восточная Азия, потому что, например, Шри-Ланка, Таиланд, Малайзия могут по уровню жизни быть по стоимости примерно как у нас в стране, но при этом за эти деньги можно получить чуть больше. Это и тепла больше, и фруктов больше, соответственно, при одинаковом количестве расходов мы все равно получаем больше и нам это выгоднее. Ну и, конечно же, начинать нужно с профессий, которые могут удержать на плаву, то есть постепенно уже развивая параллельно со своей работой, либо пока еще никуда не выезжая, развивать навыки. То есть есть много бирж фриланса, которые позволяют найти работу, найти опыт, найти отзывы, ну и впоследствии увеличивать свой заработок. Ну и как бы главное комбинировать, не ехать в те страны, куда очень хочется, то есть, конечно, нужно исключить Сингапур, Австралию, Новую Зеландию, где уровень жизни довольно высокий, а сразу выбирать те страны, где будет подешевле. От тебя такой совет, топ-5 стран, которые стоит все-таки выбрать? Наверное, одни из первых стран, если сочетать уровень жизни, то это Шри-Ланка, Индия, там, где будет расставать не так много, но будет тепло. После этого можно выбрать Индонезию, Таиланд, Малайзию. На сегодняшний день, я так спрошу сразу, есть ли, может, цифры, сколько стран уже удалось увидеть, возможно, даже по несколько раз? Сейчас я постоянно путаюсь в этой цифре, у меня где-то там постоянно прячутся такие карликовые страны, как Ватикан, которая вроде бы как отдельная страна, но мы их не всегда считаем. Около 26-27 стран на счету, и во многих этих странах были несколько раз, это Польша были много раз в Польше, это Италия несколько раз, раза, наверное, уже 4 в совокупности это Таиланд, 3 или 2 раза Малайзия, то есть несколько стран повторяется. Ну и так как мы там жили долгое время, я провела 18 месяцев в Юго-Восточной Азии, в этих странах, то, конечно же, там постоянно мигрировали Таиланд, Азия. Ну, короче, такой собственный Орел и Решка, да? Ну да, что-то в этом роде, только с акцентом не на путешествия, а с акцентом на жизнь, потому что путешествие и жизнь в путешествии немножко разные вещи. Когда ты путешественник, ты перемещаешься импульсивно, у тебя каждый день что-то новое происходит, и твоя главная цель это изучить, посмотреть новый регион. Когда ты приезжаешь уже с целью пожить, то, конечно же, ты обосновываешься на одном месте, на месяц, на два, и, соответственно, твой темп замедляется, ты меньше делаешь акцент, чтобы посетить 15 музеев за день, а больше для того, чтобы почувствовать именно местную жизнь, как живут местные, куда они ходят, чем занимаются. Ну, в этом есть тоже свой плюс, потому что чаще всего туристы, которые приезжают на несколько дней, либо на неделю, они тратят больше всего, потому что все сразу, голубом по Европам, как говорится, покупают все, что видят, все путевки. И если живешь, скажем так, размеренной жизнью, есть возможность сэкономить. Если, говорим, все-таки возвращаемся к цифровым кочевникам, соответственно, с чего стоит начинать, где покупать билеты, как пробить тему, где жить, может даже заранее забронировать какой-то дом, либо, не знаю, катать что-то, и что оптимальнее всего? Да, конечно, к такому путешествию нужно подготовиться, потому что даже небольшое путешествие на 3 недели на месяц, относительно небольшое, для кого-то это будет длиннее, чем обычное путешествие, нужно подойти с умом и прежде всего хорошо подготовить свою логистику, то есть сначала приобрести авиабилеты. Для этого существуют различные агрегаторы, машины, которые ищут. Мы заходим, ищем билет, например, Киев-Бангкок, увы, с Николаева у нас не удастся улететь, так сложилось. Поэтому с Киева в Бангкок мы приобретаем себе авиабилет, желательно хотя бы оставить месяц, чтобы помониторить цену, то есть чем ближе дата наша вылета, тем дороже будет билет. Поэтому чем раньше мы подумаем об этом, тем он может быть дешевле. Покупаем авиабилет, после этого хотя бы на первые 2-3 дня в месте, куда мы прилетаем, забронировать гостиницу онлайн, для этого тоже есть много сервисов, которые это позволяют делать, или гостиницу, или апартаменты, а после этого, когда мы уже немножко освоились, когда мы уже чуть привыкли к новому климату, мы уже можем осматриваться на месте. Если говорить про длительное путешествие и касательно темы Юго-Восточной Азии, то там лучше бронировать жилье на месте, потому что это можно посмотреть, не вся такая конфетка, как выглядит в интернете, может оказаться такой же на месте. Во-вторых, можно торговаться, и это нужно делать, потому что азиатские страны позволяют, и обязательно, если мы хотим сэкономить, это нужно делать. И, соответственно, на месте уже легче ориентироваться по уровню цен, по то, что мне подходит, не подходит. Поэтому я рекомендую брать авиабилет, позаботиться о визе, обязательно узнать, что нам нужно, чтобы мы попали в эту страну и провели там должное количество дней, забронировать жилье на первые 3-4 дня, а после этого уже на месте искать то, что подходит по критериям. Но опять-таки, если говорим о цифровой кочевнике, то, я так понимаю, можно по туристической визе это делать, и обязательно это рабочая. Да, конечно, это не рабочая виза, потому что вы в стране не работаете, вы работаете в независимом месте онлайн. Я понял. Ну так, друзья, вот есть возможность оторваться все-таки от своего рабочего места, особенно это для тех, которые так устали, и каждое утро приезжать на работу, каждый вечер добираться домой, у вас есть возможность просто закинуть ноги на диван, либо где-то на лежак и отдыхать, работать за компьютером. Спасибо большое тебе сегодня за рассказ, что же можно, что новое, скажем так, какие есть веяния в туризме, ну и, конечно же, самый главный акцент, друзья, что сегодня для себя я опознал, турист и путешественник разные вещи. Расставь акценты ты еще, потому что для меня раньше это были такие синонимы, практически абсолютные синонимы. Да, для многих это синонимы, для тех, кто еще не очень вникал, на самом деле есть такая фраза, турист, приезжая в новое место, сразу хочет обратно, а путешественник может никогда и не вернуться. То есть акцент в том, что турист это человек, который едет с охотой за достопримечательностями, сделать много селфи на фоне Эйфелевой башни, есть такие туры, мои любимые, 10 стран за 2 дня, знаешь, такие голопом по Европам как раз таки. Вот, то есть быстро нашествием пробежаться и вернуться домой в уютную кровать. Путешественник же наоборот, человек, которого прельщает выйти из своего дома за рамки комфорта, даже попасть в какие-то экстренные ситуации, общаться с местными. То есть путешественник сопровождается с какой-то долей экстрима, авантюризма, турист это же тот, кто хочет больше это сопроводить все в комфорте и желательно в рамках пакета, когда ему все подготовили. Вот так, друзья, поэтому будьте путешественниками. Ну и, конечно же, турист тоже неплохо, но путешественник лучше, это больше экстрима. Редактор субтитров А.Семкин